Ситуация из серии. Все-таки хотелось бы услышать начальника транспортного цеха. Все-таки есть классика, которая актуальна всегда. Так и не удалось послушать. Да, на самом деле всегда есть к чему стремиться, потому что ровно неделю назад в Гродно я читал 12 часов подряд, я смог отчитать 18 докладов. Поэтому пока мы только разминаемся, господа, в 3 ночи начнется настоящее веселье. А эти утренние мастер-классы в 5 утра, о, это нечто. Надо проверить. Как ни странно оказалось, я думал, что всегда устают связки. Понятно, что все очень индивидуально. Я понял, что я мало занимаюсь спортом. Через 12 часов стояния, причем даже не на каблуках, не на шпильках, а в удобной обуви, ножки начали отваливаться. Поэтому будущие диктаторы, кто хочет занять роль нового лидера Кубы, надо тренировать не сколько связки, сколько ноги. Потому что стоять и вещать очень-очень сложно. Вот обо всем об этом мы сегодня говорить не будем. А поговорим о том, какие наиболее популярные дизайн-паттерны в автоматизации существуют и как их стоит применять, либо не применять. Мы немножко, совершенно тезисно, в, наверное, две минуты затрадивали эту тему во время разговора о параллельном запуске тестов на примере Selenium WebDriver. Сейчас мы эту тему раскроем, потому что от архитектурной решения зависит либо простота, либо почти полная невозможность организации параллельного запуска тестов. Так вот, да, вот о чем мы поговорим. То есть самое сложное в нашей ежедневной работе, в том числе на базе моего опыта проведения интервью. Если говорить статистически, то в прошлом году я провел 75% интервью автоматизаторов всего EPUM. Это большое количество. И проблема все время одна. Это либо Pure Design, слишком простой, либо Over Design, слишком сложный. И вот талант и опыт и заключается в том, чтобы найти золотую середину. Но мы здесь явно не собрались для того, чтобы говорить о таланте. Поэтому в итоге, ну, есть для этого специально обученные люди, которым я не являюсь. Именно поэтому мы потом поговорим о том, какой критерий можно использовать для поиска этого самого баланса. Да, вообще, что такое паттерны? Да, простейшее определение. Специально простейшее. А, кстати, поднимите руку вообще. Кто из вас разрабатывал дизайн паттерны, использовал их в автоматизации? Поднимите руки. Вот, довольно много. Это хорошо. А расскажите честно. Все те, кто не использовал паттерны, вы хотите узнать с общеобразовательной целью для будущих интервью, либо вы со временем начнете применять. Поднимите руки, кто со временем думал применять. Вот, целый лес рук. То есть получается, что, в общем-то, все мы заинтересованы в практике. Это замечательно. Грубо говоря, паттерн – это некий элемент для переиспользования в объектно-ориентированном программном обеспечении. То есть это некое универсальное решение, часто встречающиеся задачи в объектно-ориентированном мире. Есть паттерны и в других мирах, в функциональном программировании, процедурном программировании. Но они, естественно, останутся за скобками. Фактически у нас есть некая таблица элементов Менделеева, которая, как и любая таблица, должна быть структурирована, разбита на подклассы. Но мы, опять же, берем определение. Дизайн-паттерны – это еще и язык. Почему дизайн-паттерны являются языком? Что в себе включает язык? Дизайн-паттерны – это всегда словарь, и не просто отдельные слова, а их комбинирование, в идеале подчиняющиеся определенным правилам. Вот так и с дизайн-паттернами. Порой архитектурные вопросы можно решить лишь двумя способами. Либо нецензурным, как в анекдоте, а можно я своими словами расскажу. Вам и оценку такую же в зачете поставили. Либо один человек сказал связку из 10 паттернов плюс каких-то вспомогательных эпитетов, второй сказал, нет, наверное, третий, седьмой, вот так, так и так, и они договорились. Поэтому паттерны – это еще и универсальный язык общения. Вплоть до того, что в рамках моей работы порой происходит консультирование даже по телефону. Со мной идет разговор, я набрасываю паттерны, параллельно рисую криво на доске, отправляю 10 фотографий, и мне за эту работу, титанический труд, рисую я ужасно, ни в одной музее абстрактного искусства это не возьмут, мне все-таки присылают счет. Поэтому паттерны – это еще и язык. И вот список наиболее популярных в автоматизации тестирования паттернов. Здесь мы говорим о UI, о юзер-интерфейсе, потому что если говорить о бэкэнде, это своя специфическая область, и уж тем более, если опускаться на уровни ниже, то это скорее вопросы программирования, а не стопроцентного автоматизации тестирования. И паттерны следующие – это page element, page object, action, flow, и domain-specific language, а также достаточно редко встречающиеся, я с ним работал только на очень крупных проектах, паттерн-навигатор. И сейчас мы коротко поговорим о каждом из них, приведем примеры, но сначала я хочу ввести один очень важный термин. Что такое инкапсуляция? Инкапсуляция – это классический вопрос на собеседованиях. Давайте попробуем на него ответить. Есть добровольцы? Да, прошу вас. Хорошо, один вариант. Кто-то еще может добавить. Да, ну, у нас идет трансляция, да, поэтому, ну, так, умеренно своим языком. Допустим, какие-то еще есть варианты? Да, прошу, прошу вас. Хорошо, спасибо большое. Скажу честно, все три ответа абсолютно неправильные, но вас утешит тот факт, что, может быть, один из десяти, сеньер плюс разработчиков, дает правильный ответ. То есть на концептуальном уровне это совсем иное. То есть вот спрашиваешь даже сеньер разработчика, что такое инкапсуляция? Можно так, можно сяк, на джаве, на рубе. Физический смысл в чем? Я бы, я бы, вот, похоже, я бы дал следующее определение. Вообще лучше всего прочитать книгу Гради Буча «Объектно-ориентированные анализы проектирования». Первую часть. Она очень маленькая, и там нет ни одной строчки кода. Поэтому всем советую. Так вот, инкапсуляция – это сокрытие либо сложности, либо изменчивости. Все другие виды и столпы вообще ООП, такие как наследование и полиморфизм, являются следствием инкапсуляции и ее частным случаем в конкретном контексте. А все вопросы архитектурные, все эти дикие баталии архитекторов у доски из пены у рта, заключаются, по сути, в поиске баланса между сокрытием изменчивости и сложностью. Что это значит? Классический пример инкапсуляции. Вот молодые специалисты, интерны любят его приводить. Вот у нас есть поле зарплата. У нас раньше было просто, не знаю, дабл зарплата, а сейчас у нас есть два метода – get, set. И благодаря этому, значит, у нас все упростилось. Знаете, ну вот даже мой сын, даже моя дочь уже считает до таких чисел. Раньше была одна строчка кода и простая. Сейчас у вас получается минимум семь строчек кода и сложных. Где же здесь упрощение? Вот сразу возникает вопрос. А упрощение в следующем. Мы скрыли либо изменчивость. Сегодня зарплата у нас в интеджер, завтра в дабл, а потом случился страшный аврал, прибавилась куча нулей, да, дефолт, и она у нас превратилась вообще там в некий децимал. Мы скрываем изменчивость, мы скрываем сложность. Сегодня компания маленькая, да, ИП Александр Живодеров. И зарплата начисляется, из кармана достал, вот отсчитал и наличными дал. Завтра это некая компания, которая начисляет зарплату по одной схеме. Через 20 лет это крупный монстр, где задействованы целый ряд отделов, и алгоритм вычисления невероятно сложен. Идет работа с тремя базами данных, начисляются какие-то коэффициенты и так далее. Да, работа через блокчейны. Именно так. И вот для внешнего потребителя, для внешнего пользователя ничего не поменялось. Был случай раз, случай два, случай три. То есть таким образом мы инкапсулировали, то ли скрыли потенциальную либо изменчивость, а у нас действительно изменяется способ начисления зарплаты. Либо сложность. Если сложность в виде одного числа, сокрытие достаточно спорное, то вот в виде работы с кучей баз данных и расчетов эта сложность очень большая. И здесь всегда нужно найти баланс, потому что мы сразу видели в обычном виде инкапсуляция у нас сложности. Это добавила, была одна строчка, осталось семь. И все архитектурные вопросы – это вопрос поиска баланса при применении инкапсуляции. Почему я так заостряю внимание на этом принципе? Потому что невозможно вдумчиво использовать дизайн паттерны, не задумываясь над тем, что каждый паттерн инкапсулирует и какой баланс при его использовании между сложностью и изменчивостью нужно искать. Даже в классической книге «Gang of Four», которые авторы наиболее популярных, широко употребимых стандартных паттернов проектирования, они не построили ее таким образом. Я уверен, не потому что они до этого не додумались, а потому что либо они посчитали, что это очевидно, либо потому что совсем другая школа на Западе вообще образования университетского в IT. Возможно, все эти вещи того же Гради Буча им 20 раз разжевывают, и зачем им заострять внимание на очевидном. Возможно, в такой формулировке книга лучше продается для той аудитории. Я не сомневаюсь, что они на 10 голов умнее меня. Но вот в качестве объяснения я их книгой не вполне доволен. Вот этот вопрос не заострен. И наша цель сегодня понять, что инкапсулирует каждый паттерн и какой баланс мы должны в нем найти. И вот первый, самый простой паттерн, специфический для UI-автоматизации. Так называемый пейдж-элемент. Что он инкапсулирует? Он инкапсулирует сложность конкретного UI-ного элемента. Классический пример – это некая таблица, как часть UI. Потому что таблица может быть построена очень по-разному. Она сегодня может из себя представлять просто разметку. Завтра купленный контрол номер 1, послезавтра купленный контрол номер 2 со своими специфическими функциями. Мы всю эту потенциальную изменчивость и сложность инкапсулируем с помощью пейдж-элемента. Пейдж-элемент – это фактически самый простой пейдж-обжект, вырожденный. Это пейдж-обжект, в котором всего лишь один элемент. И давайте поэтому сфокусируемся на пейдж-обжекте, а потом легко будет рассмотреть пейдж-элемент просто как его вырожденный случай. И вот что важно знать о пейдж-обжекте. Все эти вопросы так либо иначе всплывают на собеседованиях. И ребята далеко не всегда могут развернуто ответить. Так вот, пейдж-обжект инкапсулирует способ идентификации и логической группировки виджетов. То есть это и локатор, который может быть сколь угодно сложным. Возьмите мобильные приложения. Там, чтобы до чего-то достучаться, нужно стандартную какую-то иконку вниз, вправо, вбок, что-то, ну, то есть что-то, это не просто вот какая-то строка, да, это набор действий. А также логическую группировку, потому что мы их можем как-то сгруппировать. Пейдж-обжект – это логическая страница. И пейдж-обжект – это не физическая страница. Об этом нужно помнить. Порой они совпадают. Идет маппинг один к одному. Но в общем виде это не так. И дальше мы посмотрим на примеры. Вот сайт сообщества Кама Кабай. Кстати, кое-кто спрашивал мои координаты, чтобы задать вопросы. Вот мои телефоны и почта сообщества, которую я читаю. Теперь от меня как бы и вам не отвертеться, и мне от вас не спрятаться. Дороги назад нет. Так вот, страница физическая одна, а логических как минимум четыре. У нас есть стандартный хеддер, стандартная функциональность по поиску, search, стандартный футер и некая специалистическая функциональность. Соответственно, на одной физической странице у нас четыре пейдж-обжекта, четыре логических страницы. И об этом важно знать. Существует еще более сложный специальный случай, когда сам по себе веб-решение организовано таким образом, что у вас страница физическая одна, а логических бизнес-страниц на ней множество. Вот там 200 контролов залито в одной ситуации, эти 20 активны в другой, эти 20 активны и так далее. Но если мы сразу владеем этой концепцией, для нас это дополнительную сложность не создает. Когда не владеем и сотрудник привык использовать страницу пейдж-обжекта как физическую, у него просто опускаются руки, он не понимает, как с этим работать. Да, то же самое. Да, да, хеддер и прочее, и прочее. И три способа, вообще существует всего лишь два способа, ну в 99% случаев, как переиспользовать некую сущность в объектно-ориентированных языках программирования. И это агрегация и наследование. Кто считает, что нужно чаще использовать агрегацию? А кто наследование? Мнения разделились. Так вот, чаще нужно, конечно же, использовать агрегацию. Даже мать-героиня родит 10 раз. А вот если меня сейчас потрогать, то во мне агрегировано уже 20 каких-то элементов, начиная от носков и заканчивая часами, ух ты, исчезли, вот и конференция, да. Там кошельком, тем всем и так далее. Агрегация гораздо менее связная. То есть вот наследование накладывает целый ряд ограничений. Агрегация таких ограничений не накладывает. Это гораздо более легковесные отношения. А мы, следуя заветам 15-летних тинейджеров, предпочитаем легкие, ничем не обременительные отношения. По крайней мере, их проще менеджерить. Поэтому, саммари, да, всегда, всегда, всегда предпочитайте агрегацию наследованию. Мы привыкли, что это ООП, значит, надо сразу создавать объект. Есть наследование, как решаем любую проблему, создаем под класс. Это неверно. Надо сначала, вот на минуту встали, задумались. Возможно, все совершенно правильно. Нужно создать объект, нужно отнаследоваться. Но остановитесь и задумайтесь. Опять же, к чему все это говорится? К тому, как организовать наши пейдж-обжекты. Делать из них сложное наследование или агрегировать их? По умолчанию, потому что мы так привыкли. Мы еще вот не задумываясь как-то начинаем писать код. Глаза боятся, руки делают. Нам сразу же хочется их отнаследовать. Надо стараться агрегировать. Если нет других способов, только в этом случае нужно заниматься наследованием. И, да, решение stateless и stateful. Создавать объект или не создавать. Вот давайте сравним две задачи. У нас есть фото. И вдруг сегодня понадобилось показывать его не одному человеку, а множеству. Пошарить его. У фото нет стейта. Нельзя смотреть на фото с середины. Ну, это только если твой глаз вот сфокусировался, да? Ну, вот фото, оно как было, есть и будет. Поэтому пошарить фото, ну, это делается по щелчку пальцем. А теперь давайте попробуем пошарить видео. Кто работал в проектах по передаче данных, да? И я работал, да? Это сумасшедшие сложные задачи. Да, один смотрит сначала, другой с конца, третий поставил на паузу, четвертый решил перемотать вперед-назад. Ну, и так далее. У кого-то тормозит интернет, а все эти события надо как-то отлавливать, мониторить и со всем этим работать. Так зачем мы сразу же себе усложняем работу? Грубо говоря, нас попросили нарисовать картинку в стиле «мама мыла раму», а мы закатываем рукава и говорим, сейчас я как Майкл Бэй вам трансформеров. То есть, ну, you are welcome. Ну, стоит ли сразу так реально кидаться в работу? И именно поэтому надо стараться начинать всегда со стейтлесс решений. Если в классической разработке это почти невозможно, по сути, это процедурное программирование с минимальным использованием глобальных переменных, либо без их использования. Это почти невозможно. То вот в автоматизации тестирования подавляющие, ну, я не хочу такие громкие выражения давать, но очень много задач. На моей личной практике подавляющее большинство задач можно решить таким образом. Конечно, классические инженеры, которых вот руки горят, вот им хочется что-то сложное пощупать, сразу начнут меня проклинать. Я после подобных вебинаров, каких-то лекций сразу же слышал, так как я учился, вы мне даже нею не даете сделать. А тут, ну, искупая слеза мужская потекла по небритой щеке. Но если это помогает сохранить большое количество денег, почему нет? Давайте зададимся вопросом. Поднимите руки, кто считает, что в джава-сообществе селенид является лучшим враппером? Или одним из лучших? Ну, был джедяй. Ну, хорошо. Рома, выйди, пожалуйста, при тебе люди стесняются. Закрой ушки, да? Кто считает? Ну, ай, Рома, ну отвернись. Ну, нам неудобно. Я руку тяну, ты смотришь, у меня она падает обратно. Ну, многие считают, да? А в чем одна из фишек селенида? Он по стилю, он написан в процедурном стиле, и внешне для, он внутри в себя скрывает много вещей, но внешне для конечного пользователя он максимально, возможно, близок к стейтлесс решению. В этом одна из причин его невероятной популярности. У него есть свои минусы, у него, да, нет фиш таких, которые есть в GDI, но зато на нем вот надо сильно приложить руки, специально вот как-то их к рюке-крюке прикладывать, чтобы сразу же начинать с стейтфул решения. И вот пейдж-обжект можно реализовать с помощью статических классов. Это будет стейтлесс решение, и мы получим всю необходимую мощь. В 99% случаев этого достаточно. Я потом в концепт покажу целый ряд проектов, огромных проектов, которые успешно реализованы таким образом. Следующий паттерн – UI-map. UI-map – это фактически, да, one entry point для набора пейдж-обжектов. Когда их очень много, нужно выстроить некую иерархию, иначе с ними еще более неудобно работать. Именно поэтому нужна точка, где, например, приложение, дальше разбито на функциональные области, дальше, не знаю, на формы, и уже в рамках форм есть конкретные элементы. Управление. По сути, это просто способ группировки. Либо дерево пейдж-обжектов, либо дерево локаторов, которые потом как-то используются. Специал кейс, когда пейдж-обжект должен быть stateful. На самом деле редкие вещи. Все, что связано с интернетом вещей в большинстве случаев. А скажите, кто из вас работает над проектом интернета вещей? Ну, понятно. А почему-то у всех stateful, да? Ну, или почти у всех. Комбинация, например, веб-юа и мобильного в одном сессии. Вот, не знаю, ты на компе через веб что-то вбил, а на мобильном клиенте должен удостовериться, что что-то с чем-то связалось, отработало и так далее. Чаще всего вам придется делать stateful. Веб-юай построенный как визарт. Ну, как часто вы сегодня с этим сталкиваетесь? Раньше, там 10 лет назад, 15 лет назад, когда все привыкли к десктопному юаю, это происходило довольно часто. Сейчас это все спешл-кейсы. Ну, и так далее. То есть, вот здесь есть несколько спешл-кейсов. И вот описание. Да, зачем слушать меня? Я всегда предпочитаю слушать людей, которые заведомо умнее меня. Давайте почитаем Мартина Фаулера. Что же он пишет? И вот, page objects, классический пример инкапсуляции. Они скрывают детали, структуры юая и виджетов от остальных компонентов, то есть теста. И вот дальше. Это его цитаты. Это не я придумывал. И вот дальше вы просто сможете с ними ознакомиться. По сути, он перефразировал, ну, это скорее я перефразировал в своей речи, его слова. Да, так будет нескромно, мягко говоря. И вот, да, основные правила. Когда вы пишете тесты, вы должны выбрать только те элементы, которые для вас значимы. То есть не нужно все, да, делать page object, который бы повторял все элементы страницы. Для вас значимы вот это подмножество. Именно оно вам и нужно. Нельзя писать тесты, в которых идет непосредственная работа с HTML элементами. Там пейдж-обджект должен быть как можно ближе к подходу к такому же, как у человека. То есть вот любые JavaScript, экзекьютор, еще что-то. Это special case, но от них лучше отталкиваться. И так далее. То есть потом вы просто внимательно почитаете. Вот это его же картинка. И вот прямо написано, как он видит, как должен выглядеть вообще. Вот есть page object, вот есть HTML в раппер, и вот как должен выглядеть код. Грубо говоря, если у нас встречается хоть одна низкоуровневая конструкция в нашем тесте, наш тест написан некорректно. И page object, правильно организованный, от этого препятствует. Вы просто потом это все сами почитаете, так будет правильней. Да, опять же, тут и про иерархию сложных и так далее. Should return rule, то есть assertion rule. Тоже классический вопрос на собеседованиях. Где должны находиться ассерты? В page object, action layer, который может быть с ними ассоциирован или выделен в отдельный, или непосредственно в тесте. Вот здесь правильного ответа, на мой взгляд, нет. Нет, нужно обсудить все три варианта и сказать, какие плюсы, минусы есть у каждого. Ну, у вас теперь есть еще и секретная комбо кублетистов. Вы можете процитировать фаулера, что, на мой взгляд, первое, второе, третье, и надо найти наиболее подходящий вариант. Но фаулер считает вот так. И это серьезный аргумент. Вот assertion rule. И дальше вот есть целый ряд дополнительной информации. Вы сможете со всем этим ознакомиться. Вот page элемент, мы к нему вернулись. Action. Очень коротко. По сути, это… Да, то есть у нас есть page object. Он инкапсулирует. Почему важно понимать, что он инкапсулирует? Он не инкапсулирует действия. Он инкапсулирует значимые виджеты и способ работы с ними. Но не действия. Существует отдельный экшн-класс, который можно разделить на два подкласса. Часть экшенов низкоуровневые. Они направлены на работу с непосредственно элементами управления. Скажем, ввести текст в текстбокс. Там еще что-то. А есть высокоуровневые, ориентированные на бизнес. И не важно, как будет у вас все организовано. Это зависит от размеров проекта. Иногда у вас слой page object, низкоуровневых экшенов и бизнес экшенов может быть слит в один. Почему я говорил, что самое сложное – это вопрос баланса, его сохранения. С другой стороны, важно понимать, что это три разных слоя. И, возможно, их придется разделять. Иногда низкоуровневый слой экшенов совмещают с page object, а высокоуровневый выносят как отдельный слой. Но важно понимать, что это три разных слоя. И в идеале на уровне теста вызывается только бизнес-слой экшенов, с которыми мы и работаем. Да, вот здесь два типа экшенов. Опять же, экшен тоже не про то место, где нужно помещать ассерт в большинстве случаев. И это тема несколько отдельного разговора в деталях, почему. И что такое flow или fluent interface? Это один из способов реализации DSL – Domain Specific Language. То есть, что представляет программа? Набор существительных и глаголов. Как правило, объектно-ориентированное. Это еще не рассказ, не текст, не предложение. Это словарь. А мы хотим из словаря написать некий текст. Что нам для этого нужно? И что вообще подразумевает текст? Что у него есть некая структура. И что, сказав там А, Б, С, мы каждый раз уменьшаем вариабельность. Если у нас просто словарь. Ну вот мы рандомом взяли, помните, как в КВН «Старый Пятигорск». Я всегда говорю то, что думаю. Ну просто случайный набор слов человек выдал за предложение. Что это? А я всегда говорю то, что думаю. Нет сужения. Английский язык особенно ярок. Я сказал существительное – item. Дальше может идти только вспомогательный глагол. После него может идти только то-то. После какого-то пятого шага у нас вообще выбор либо одно, либо второе, либо третье. Из всего богатства слов английского языка. Вот так построен DSL. То есть, по сути, именно на базе Fluent Interface. У нас есть некий экшен. И обычно экшен ничего не возвращает. Ну либо булта, true, false, либо код возврата. Но по сути, именно связанного с экшеном непосредственно, он ничего не возвращает. А при реализации Flow, Fluent Interface, он должен возвращать указатель на самого себя, либо нечто похожее на самого себя. И таким образом мы сужаем. Вот когда у нас есть набор пейдж-обжектов и экшенов, мы можем как угодно. Здесь я написал loading page, не знаю, enter loading, и потом сразу пишу какой-нибудь account page, verify account. Ну это никак не связано, это не логично. А так у нас есть структура. И есть Fluent Interface, такой паттерн. Это частный случай DSL, логическая цепочка. Опять же, вот Flow, вот пример, реальный пример кода. Вы видите loading page, instance, navigate, и дальше loading, search, click image, set size, set color, set type, set people. И после set people, там буквально выпадает 2-3 метода из списка. Он все время сужается. Если его правильно реализовать на базе очень маленьких атомарных интерфейсов и множественного наследования интерфейсов, то получается, что у нас все очень сужено. Вот такой код тоже, как и BDD, могут писать при желании бизнес-аналитики. Потому что нажал точку, и у тебя выпало 3 глагола, каждый из которых тебе понятен. Ну тут методом перебора можно даже подобрать правильно. И опять же, вот описание Flow от Мартина Фаулера. Зачем слушать меня, если можно послушать признанного лидера, признанного эксперта. И в целом DSL в более общем виде. Вот здесь описание про Деркин и то все. Типы DSL. А кто такой навигатор? Это единственное место в программе, которое проверяет, что переход со страницы на страницу валиден. Когда у нас очень много переходов, у нас вот эта логика размазана опять же по разным пейдж-обжектам, либо по разным экшенам, и когда критическая масса копится, становится непонятно. Вот изменилась структура, даже вроде бы страницы те же, а вот переходы между ними. И ты начинаешь ломать голову. А когда ты понимаешь, что он инкапсулирует? Он инкапсулирует сложность переходов, когда их очень много. И инкапсулирует потенциальную изменчивость, когда структура переходов изменилась. Но я на практике встречал его очень редко, только для действительно больших проектов, где речь идет о многих тысячах, а скорее десятках тысяч кейсов. И вот несколько правил, которые помогут нам в жизни. Опять же, у нас недостаточно времени, чтобы на них остановиться целый ряд других принципов. А вот набор проектов, которые и все они реализованы с помощью статических пейдж-обжектов. Все это проекты, разработанные DPI, несмотря на EPUM Confidentials. Вот такая вот цыгогулина. И вы видите, что стэк-технологии разные. Мы просто не будем останавливаться подробно, иначе бы я о каждом мог говорить, с какими трудностями столкнулись. Но вот все эти, вот код, кстати, это все статические пейдж-обжекты. Я бы не сказал, что он плохо выглядит. Ну вот, посмотрите, все структурировано. Вот тест, вот как выглядит пейдж-обжект. Это все статика. Это можно параллелить по щелчку пальцем. Вот здесь ни одного объекта не создано на тысячу тестов. Пожалуйста. Вот другой проект. К сожалению, у нас заканчивается время. Да, да, да. Даже вопросы мы не успеваем принять. Да, очень жаль. Вот я просто прокручу, чтобы увидели это 5 секунд. Вот насколько разный стэк-технологий. И при этом вы видите, что везде код чистый, достаточно аккуратный. И это все статическое. Значит, как минимум вам стоит задуматься. Это не значит, что всем нужно переходить в эту веру там, уверуйте в статику. Но как минимум стоит задуматься. Раз получилось на десятках проектов, раз топовые специалисты вроде Мартина Фаулера это рекомендуют, как минимум об этом стоит подумать. А вот здесь множество. Причем это очень маленькое подмножество. Просто каждый из этих проектов чем-то интересен. Вот если коротко, то так. Большое спасибо за ваше внимание и терпение.